привет любители фазмы и я находился в отпуске порядка недели и что же что же нам преподнесла фазма а фазма дорогие мои друзья выкатилась шикарно здоровенное обновление которое представлено у них на сайте забегая вперед скажу что на этой карте присутствует пасхалка и как ее открыть я напишу и запишу в отдельном видео смотрите будет ссылка в описании и вот так это обновление выглядит добавлена карта point hope читаем point hope недавно отрывая было недавно отремонтирован молодой семьей который искала что-то уникальное для создания нового дома перед входом в главную гостиную маяка вас встретит современная пристройка с прихожей гардеробами и ванной комнаты и на первом этаже на локации вы увидите винтовые лестницы и круглые комнаты украшения морскими безделушками впервые для охотников за привидениями в новой локации 10 этажей 12 комнат и уникальная планировка которая предложит игрокам новые вызовы вам придется использовать различные стратегии чтобы справиться с некоторыми из надоедливых способностей призраков особенно при игре режимах с меньшим количеством улик открывается на пятнадцатом уровне престижи я так понимаю далее у нас перечислены изменения которые вошли в это обновление и мы с вами их зачитаем процессе изучения карты это для тех кто не хочет ничего слушать может почитать но читать тут очень и очень много очень ставим любитель чтобы можно было ознакомиться погнали и вот мы с мамой с вами на карте литуху как-то там еще не запомнил point hop говорили также что переделали кучу текстур и теперь повышена производительность но если честно что-то у меня по моему все стало хуже дико лагает вообще так выглядит карта второй уровень третий уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень седьмой уровень бассейн на седьмом голову 8 уровень там кровь какая-то девятый десятый а мы вверх так со . зажечь благовония возле призрака обнаружить призрака при помощи датчика движения сбежать от призрака пока он находится за вами мы с вами взяли что датчика mp окну и давайте сразу проверим работу фонарики и проверим зажигалку 4 слот до взяли так 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 кнопки быстрого вызова нету да я так понимаю да чтобы зажигалка использовать надо будет соответственно ванну пускай так с дворе темнота переработали туман и улучшили работу теней некоторые часть освещения были понижены пониженным разрешение вот эти световые эффекты чтобы не нагружать систему поинт холм лайтхаус убьют из плейсов байзая провансов масса 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 чувствит свой поспел слайд был первым маяком построена в тысяча восемьсот втором году феврале месяца восемнадцатого февраля 1802 года и закрыт в 2002 году у инклу тын 3 хаоса расследовать хэсбин плейсид байзе данная табличка была сюда помещена юнайт стэйс лайтхаус сервис сервисом соединенных штатов сентябре 2002 года и на коммерческом обзор тун андред инверсии чуть-чуть не хватает мне знания тут камера так мы пока баги фикс мы не будем здесь испытывать мы пойдем пока посмотрим что у нас одну сюда вы только это можно будет посмотрим что у нас внутри а внутри у нас темень глухомания и так далее по поводу картин писал что написано что я могу с этим взаимодействовать а вот я понял и что же у нас из обновления из обновлений у нас прогрессии несколько улучшений и предметов экипировки были изменены на основе отзыв сообщества повышение уровня игрока и награды необходимый опыт для повышения уровня с одного постов был снижен примерно на 10 процентов что ускоряет процесс прокачки теперь игроки могут повышать уровень до 4 девяток за каждый престиж количество опыта необходимое для повышения уровня от 999 до 4 девяток будет увеличиваться с каждым уровнем локация с анимиду с рестакта теперь относится к категории средних локаций увеличены вознаграждение за правильное определение призрака в средних и больших локациях средние состав 25 до 150 долларов и большие состав 50 до 200 долларов лазерный проектор увеличен радиус освещения для t1 эффект сканирования тире 3 теперь можно приостановить воздействие на него во время вращения и вы сможете остановить вот так как вам удобно чтобы он не ездил туда-сюда постоянно детектор mp стрелка тире 1 больше не будет мигать вблизи или выше 5 уровня во время событий или охоты чтобы избежать путаницы с уликой то есть теперь я понимаю что мы не получим 5 мп во время атаки если мы получаем значит это стопроцентная улика детектор mp стрелка тире 1 больше не будет мигать в лизе так светильник увеличенный интенсивность и дальности действия видимого света для t1 тире 1 и тире 2 проверил да действительно так продолжительность освещения тире 1 увеличится с 3 до 5 минут продолжительность освещения тире 2 с 5 до 10 минут при сильном дожди источники огня больше не будут гаснуть под навесами домов и в небольших палатках это видимо был такой баг крепление нагло в настройках добавлена возможность настраивать привязку клавиш для включения выключения крепления однако от себя замечаем что при смене клавиши у вас не меняется идиотизм в виде того что вам для выключения или включения надо зажимать кнопку что естественно не удобно во время охоты удобнее просто одну кнопку нажал и все нет все равно вам будет ставится как hold то есть удержать лучше бы вы сделали возможность отключение и включение до крепления на голову по нажатию одной конкретной кнопки ну ладно пара нормального явления или охоты у тире 3 крепление на грудь теперь будут визуальные помехи на всех тирах будет воспроизводиться новый звук направленный микрофон красный индикатор у тире 1 теперь будет мигать при обнаружении звука т звука именно весь виду это нормального явления когда будет звук один какой-то конкретно он просто один раз моргнет когда вы будете ловить перанормальное явление он будет конкретно мигать вот видите мага моргает это мы с вами получили работу микрофона тир 3 теперь сможет принимать звуки на один этаж выше или ниже игрока с новым пользовательским интерфейсом показывающий с какого этажа исходит звук теперь нужно держать направленный микрофон чтобы включить или выключить его раньше вы помните можно было забаговать его допустим просто включив его и перекрутив он находясь в инвентаре все равно продолжал ловить звуки такой лайфхак термометр удерживая кнопку использования термометра второго и третьего тира теперь будут постоянно обновляться вместо перезапуска после каждого считывания показателей видимо был баг что показания не обновлялись теперь они будут обновляться на тире 1 предусмотрена рандомизация для баланса между всеми тирами время ожидания у тире 3 термометра уменьшена с трех до двух с половиной секунд рандомизация у тире 3 уменьшена для повышения точности термометра штативы и видеокамеры призраки теперь будут чаще сбивать эти тире 1 увеличен с 20 процентов вероятности до 30 у тире 2 с 10 процентов до 20 шанс сбить успокоительное время восстановления тире 1 уменьшено с 30 до 20 секунд у тире 2 с 20 до 10 секунд и тире 3 мгновенно восполняет выносовость для бега и сохраняет у его полный в течение 10 секунд датчики звуки в пользовательский интерфейс каждого звукового датчика в грузовике добавлены кнопки отключения звука радиоприемник для получения ответа необходимо также выключить большие элементы окружающей среды такие такие как лампочки теперь нужно удерживать радиоприемник чтобы использовать его для распознания голоса на основе текста то есть теперь для того чтобы корректно получить ответ от призрака вам нужно все выключить в комнате иначе вы ответа не получите ультрафиолетовый фонарик тир 1 и тир 2 были изменены местами для улучшения баланса тиров и действительно ультрафиолетовые лампы и палочка стала намного приятней и корректней оптимизация мы значительно повышение производительность в нескольких областях игры что приведет к меньшему количеству зависаний повышение частоты кадров в секунду и ускорение загрузки особенно на бюджетных компьютерах переключается персессии изменений в оптимизации было бы слишком долго но вот те которые потерпели наибольшего изменения фото и видеокамеры тени эффекты погоды и небо пользовательский интерфейс физика аудио отражение текстуры и шейдеры теперь передаются потоковой передачи на графический процессор что значительно сокращает использование видеопамятия система дверей палаток была полностью проработан для повышения производительности ну и как мы видели палатку здесь в доме на пойнте на маяке что палатку не зайдешь пока подвал палатки не приподнимешь не знаю возможно даже призрак не сможешь зайти интересно было бы проверить здесь тоже нычка а как это странно что попасть надо надо поднять подол иначе он мешает выйти имейте это ввиду обучение в обучении теперь переработаны температура в обучении снижена чтобы ускорить прохождение секции там действительно можно было покопаться долго количество снаряжения в каждой комнате уменьшено до одной штуки теперь вам нужно получить под уровнем по чтобы пройти секцию с уликами п объекты в секции с уликами п будут разбил разбрасываться чаще него на палочка замена на утро фиолетовый фонарик и призрачный огонек теперь найти нам будет сложнее и найти его будет надо прям найти найти они просто направил камеру из угла комнаты как например это делал я из нового теперь можно разблокировать новый бейдж и значки lighthouse keeper смотритель маяка правильный определитель призрака 50 раз в паунт-хоу апокалипсис бронза правильно определить призрака сфотографируйте его и выполните все задания на сани миду с коэффициентом сложности 6 любви кстати сразу забегу вперед для того чтобы сделать фото призрака убрали в пешку что если у вас закончилось место в альбоме будет защита на задание сфотографировая призрака теперь призрака надо будет сфоткать только в том случае если у вас есть свободное место в альбоме если свободного места в альбоме не будет то из-за задания защита не будет апокалипсис silver то есть апокалипсис 2 правильно определить призрак сфотографировать и его и выполнить все задания на сани миду с коэффициентом сложности 10 или ну и голод соответственно с коэффициентом сложите 15 примечание если вы выполнили какой-нибудь из заданий апокалипсис вам нужно будет закончить любой контракт чтобы получить новые награды от этого я не понял теперь игроки могут носить с собой зажигалку в дополнение к трем предметам это мы уже с вами проверили примечание игроки не использующие vr могут носить с собой только одну зажигалку одновременно аналогично фонариком то есть нельзя спички положить и так далее получение новой награды не связанной с повышением уровня теперь будет отображаться во всплывающем окне на экране с описанием миссии записи в блокноте теперь воспроизводят новые звуки при закрытии в список возможных имен призраков добавлены кейт и кейтрин кейтрин призраки теперь могут оставлять одиночные отпечатки пальцев на всех небольших лампах и пультах от телевизора во всех местах изменения снаряжения теперь вы можете менять местами предмет в инвентаре во время фотосъемки в еженедельном задании hide and seek extreme убраны фонарики так как они были отключены на в настройках в еженедельном задании дежавю теперь используется ультрафиолетовый фонарик тир-1 вместо тир-2 в соответствии с изменениями тиров описанными выше еженедельном задании светящиеся в темноте теперь используется ультрафиолетовый фонарик тир-2 вместо тир-1 в соответствии с изменением тира описанным выше вопрос о местонахождении кости константина на доске уджет теперь отнимает 20 процентов рассудка вместо 50 так как награда за кость не учитывается в множителе на вознаграждение зажигание свечи магического круга круг призыва теперь мгновенно завершает безопасное время на расстановку оборудования призраки призраки которых отсутствует улика записи в блокноте теперь закрывают блокнот вместо его броска обратите внимание призраки у которых отсутствует улика записи в блокноте теперь по закрытому блокноту может точно понять что у него это улика отсутствует призраки больше не могут взаимодействовать с картинами которые уже упали призраки типа тень больше не могут задувать источники огня и писать в блокноте если в комнате есть игроки обратите на это внимание тень больше не может задувать источники огня свечки например например, или писать в блокноте, если там есть игроки. Так можно проверить на тень. Улучшена способность призраков взаимодействовать с закрытыми дверями. Улучшено наведение призраков типа банджи на цель при преследовании игрока. Желание в wish to see ghost я хочу увидеть призрака теперь будет ограничивать ваше поле зрения только после паранормального явления, а не до него, чтобы вы могли увидеть призрака. И это логично. Увеличена потеря рассудка в одном из паранормальных явлений, чтобы соответствовать другим ивентам, какое именно здесь не написано. Окружающая среда. Еженедельные задания паранормал папарацци и hide and seek спрячься и беги теперь проводятся и на карте Point Hope. Значительно улучши визуальные эффекты восхода солнца. Включение нескольких выключателей света в комнате, но не всех, теперь будет снижать уровень рассудка с уменьшенной скоростью, а не с полной. Объекты, которые не двигаются при ударе другими предметами, больше не будет воспроизводить дополнительный звук удара. Чтобы не путались с полтергейстами, я так полагаю. Изменен цвет тумана на расстоянии при любой погоде, чтобы он лучше сливался с горизонтом. Удалены тизеры Point Hope со всех карт и из лобби. Оптимизированы игровые ресурсы, текстуры, объекты на всех картах. Уменьшено разрешение для световых эффектов, например, форма света от фонарика, но увеличено разрешение для теней от небесного света. В гостиной карты Edgeville была перенесена зеленая чашка, чтобы обеспечить взаимодействие призыка с лампой и отпечатками. Теперь призык может правильно закрывать дверь подсобного помещения на карте Tanglewood. Окна средней палатки теперь правильно расположены с обеих сторон. Аудио. Настроены звуковые эффекты, которые помогут определить, находятся ли звуки над вами или под вами. Звуки, которые звучат этажом выше, усилены басами и приглушены. Звуки, которые звучат этажом ниже, будут более приглушены и тихими. Звуки, издаваемые двумя этажами выше или ниже, будут иметь более выраженные эффекты и уменьшенную громкость. Звук сердцебиения больше не будет изменяться реверберацией или другими звуковыми эффектами. Уровни звука для звукового сопровождения локации и для доски и уиджи были изменены, чтобы привести их в соответствии с другими звуками. Уменьшена громкость звука, написанная призыком в блокнот территории. Пользовательский интерфейс. Всплывающие окна для сложности, денег, повышения уровня и престижа получили новые изображения. Улучшена цветопередача нескольких компонентов пользовательского интерфейса. Увеличена ширина полос прокрутки в магазине, чтобы облегчить работу VR-игрокам. Названия нескольких бейджей были переименованы и сокращены. В пользовательских настройках изменено количество взаимодействий на уровень активности, чтобы лучше отражать их значения. По исправлениям. У игроков снаряжение в руках больше не будет влиять на передвижение игрока, а когда вы сидите, бежите с чем-нибудь, и у вас багуется, и вы не можете ни вправо, ни влево, вас по диагонали ведет. Восстановление выносливости теперь будет происходить корректно, даже если вы все еще удержите нажатой кнопку бега, но не двигаетесь. Если вы забыли отпустить кнопку shift, то стамина у вас все равно восстановится. По ее исчерпанию она восстановится до 100%, и когда она восстановится, вы снова побежите. Раньше, если вы кнопку shift не отпустили, стамина у вас не восстанавливалась. Больше нет визуальных сбоев при быстром надевании и снятии крепления на голову. Теперь вы можете менять режим бега во время игры VR. Исправлены некоторые области, в которых нельзя было телепортироваться при перемещении в VR. Переключение режима бега с переключать на удерживать на ПК, когда включен режим бега, больше не приведет к продолжению бега без нажатия кнопки бега. Тут сиди, я сам открою, сами если скажете, пишите в комментариях, я не понял, что они написали. Ну, я так понял, проблема в том, что вы нажимаете кнопку бега и отпускаете, он все равно продолжает бежать. Удалено увеличение поля зрения при спринте. То есть, когда вы бежите, у вас поле зрения FOV увеличивается. Это был баг, который происходил в следствии графической проблемы. По призракам. Картины, с которыми взаимодействовался призрак, больше не будут проваливаться сквозь пол. Исправлены застревания призрака и кости в некоторых местах, когда они были там наполовину в диване, наполовину под ковром. Их найти было почти нереально. Призраки типа Юрей теперь могут использовать свою особенность, способность на дверях, открытых в начале игры. То есть, сразу можно определить Юрика, а не спустя половине катки, когда он только-только начал себя проявлять. Призраки типа демона или банши, пытающиеся использовать свои способности, но потерпевшую неудачу, больше не будут добавлять их к статистике используемой способности. Призраки больше не будут бросать один и тот же предмет снова и снова. А вместо этого будут выбирать более разнообразные предметы в пределах своего диапазона взаимодействия. Еженедельное задание Хабин Сик Экстрим теперь корректно содержит три доказательства, а не два. Такой прикол был. Для пронормальных явлений больше не будут учитываться мертвые игроки, если они не двигались после смерти. По оборудованию звуковые сигналы датчиков движения Тира 2 и 3 теперь слышны на всех этажах. Направленный микрофон Тира 2 теперь отображает правильное значение громкости. Вы больше не сможете получать показания направленного микрофона, находясь в грузовике. Видимо, был такой баг, и я не в курсе. Свет от лазерного проектора Тира 1 и ультрафиолета Тира 2 больше не перестает излучаться, если их разместить в некоторых местах. Пофиксили баг, где он пропадал. И, кстати, свет Тира 1 повысили значительно, и теперь он значительно лучше показывает, освещает комнату. Изменение размера звукового датчика в грузовике теперь изменяет только интерфейс в области действия, а не самого оборудования. Направленный микрофон больше не будет улавливать звуки, находясь в грузовике. Стрелка детектора МП Тира 1 теперь будет более точно показывать значение МП вместо отображения значения выше и ниже текущего. Больше нельзя делать несколько фотографий одного и того же МП взаимодействия, переключая детектор МП в инвентаре. Короче, пацаны, пофиксили фишку, теперь только соль. Крепление наглого Тир 2 больше не будет обнаруживаться при языке, если в настройках сложности отключены фонерики. Включенный направленный микрофон больше не будет приглушать ваш звук при поднятии, если в руках другой предмет. То есть, я точно говорил, что если у вас направленный микрофон в руке, вы его перекрутили, он у вас остался в инвентаре, он продолжает работать. Можно использовать несколько предметов одновременно. Например, взять направленный микрофон, взять благовонию и не бояться, что у вас призрак жахнет. Все уровни с звукового датчика и фонар Тира 2 теперь будут более стабильны при перемещении в VR. Больше нельзя сжигать благовоние других игроков, физически поднося к ним источник агмента, например, сжигалку. VR-игроки теперь могут стабильно размещать видеокамеру на штативе, прикрепленному к стене в грузовике. Доска Уиджи больше не ломается при прощании с нулевым рассудком. Теперь распятие Тира 3 будет корректно полностью использовано для всех игроков после предотвращения проклятой охоты. Погашенные спички больше не будут зажигать другие объекты. В VR больше не нужно менять руки между каждым вытягиванием карты Таро. Захват смены реквизита или оборудование в VR больше не устанавливает направление на неправильное положение или вращение руки. Зажигалки больше нельзя использовать, если другой игрок полностью из расхода у топлива. Подсветка для размещения штатива Тира 3 теперь видна при первом размещении. Интерфейс распознавания голоса больше не зависает. Если другой игрок берет доску Уиджи, когда вы ее используете. Все иконки датчиков движения и звука теперь отображаются на всех картах. Окружающая среда. Игрок и призрак теперь будут корректно распознаваться при перемещении между разными комнатами и этажами, что значительно упростит сбор улик. Это, кстати, главная проблема, когда мертвые игроки начинают глумиться и туда-сюда бегать. Эффекты ревибрации звука в Sunny Middles больше не будут отключаться при перемещении по некоторым комнатам. Отпечатки пальцев на окнах домика в Apple Lounge снова будут видны. Убрано несколько мест в Sunny Middles, где призрак мог выйти за пределы карты. Убрано место, где призрак мог застрять за генератором в Camp Woodwind. Кемпинговый стул рядом со скамейкой влюбленных в Woodwind больше не будет белым. Все навесы на Apple Campsite теперь издают звуки дождя. Уменьшена видимость швов в геометрии, через который был виден небесный бокс в Sunny Middles. Собранные ключи теперь будут иметь правильное название в журнале. Дождь на окнах больше не будет затемнять вид с определенных углов. Все окна и двери в Brownstall High School теперь имеют правильный материал для отпечатков пальцев. Больше нельзя размещать оборудование в зазоре под кабинкой. Свет больше не будет включаться, если вы выключите его во время мигания. Исправлены зазоры в некоторых областях, через которые было видно небо. Такие карты, как Tanglewood, HV, Ridgeview и Willow. По звукам. Звуки ударов больше не будут воспроизводиться несколько раз одновременно. Звуки ударов во двери больше не будут воспроизводиться из-за NTV-BR, когда она не двигается. По пользовательскому интерфейсу пропуск анимации при повышении более одного уровня больше не приведет к пропуску всплывающих окон, разблокировке предметов предыдущих уровней. Названия карты для еженедельных заданий теперь будут корректными. Вы больше не сможете выполнять задачу, сфотографируйте призрака, если в журнале нет места для фотографии. То, о чем я вам говорил. И есть известные проблемы, над которыми сейчас работают. Во время охоты на карты Point Hope, имейте в виду траекторию движения призраков, типа Дягин может быть непоследовательной. Мелкие предметы могут иногда проваливаться сквозь стены и полы на карте Point Hope. Иногда взаимодействия могут повторяться несколько раз. Настройки видео MMCAA вызывают визуальные артефакты во время смерти. Пользуйтесь SMAA или FXAA. В противном случае имейте в виду, что будут какие-то артефакты. На этом все. Могу сказать, что обнова просто шикарная, здоровенная, лютейшая. И давайте дальше рассматривать данную карту. И заодно я вам покажу все места проклятых предметов. Погнали. Используем исключительно ознакомительную карту. То есть здесь наград не будет. Поставили погоду ясно. Настройка. Оборудование по умолчанию. И давайте с вами посмотрим, где проклятые предметы. И посмотрим, где проклятые предметы. Посмотрим с вами комнаты. Не думаю, что здесь можно прятаться. Здесь в теории можно вытолкнуться. Сюда. И здесь в теории можно вытолкнуться. Но это так. Пол. Пущество. Улик у нас максимальный. Здесь нычка. На первом этаже я наконец-то нашел. Вот они карты. Из-за того, что фонарик дает вот такой дикий пересвет, которым ничего не видно, то, соответственно, очень сложно найти. Это первый этаж. Кстати, пофиксили передвижение с некоторыми предметами, в боке я теперь присиди. Когда вы присели, больше не возникает проблем с передвижением. Теперь, когда вы сжимаете shift и забываете его отпустить, ваша стамина восстанавливается. Раньше было, если вы забыли отпустить shift, то стамина не восстанавливается до тех пор, пока вы не отпустите эту кнопку. Теперь даже если вы забыли отпустить shift, у вас стамина восстановится, и как только она наберет 100%, вы сразу сможете двигаться дальше. Интересно посмотреть, где он сейчас находится. Ключ какой-то. Где что это? А нет, это просто вот эти можно сжигать свечки. Потратятся они или нет, не знаю. Вот эти шкафы открываются. Вот у нас первая улика зеркала. здесь новичка. Извините, зеркало у нас находится на третьем этаже, вот тут. Вот такая шкатулка находится на пятом этаже. Это у нас кость. Здесь вот спички находится всего одна спичка. Взять его можно будет только если у вас здесь у вас сжигалки нет. Здесь у вас сжигалка в инвентаре, то, соответственно, взять его не сможете. Нашел на четвертом этаже. Тут есть дартс, можно... О, смотрите, можно играть в дартс. Имеется определенный уровень рандомности. А нет, все предсказуемо. То есть, при желании, можно сыграть в дартс. Проверим рандомность. Не меняя позиции. Да, есть небольшая рандомность. Погнали дальше на следующий. Хотя, подождите. И, кстати, доска Уиджи здесь. То есть, у нас на каждом этаже по улике. На третьем этаже у нас было зеркало. На четвертом этаже у нас доска Уиджи. На пятом этаже у нас шкатулка. Нет? Нет. Вот призыва. Кстати, призыв у нас вот тут. Призыва. Призыва на пятом этаже. Да, давайте ком-то нормально осмотрим. Здесь есть нычка. Припуповшую картину он сюда заходил. Не знаю, можно ли защититься вот так вот. Наверное, можно. шестой этаж у нас шкатулка музыкальная находится вот здесь вот. Свечку зажечь. ерунда и страдает. Здесь вот получается нычка за шкармой. Большинство этаж. Пойдемте на седьмой. этаж. Повыр-пално-то. И здесь у нас она здесь. В каждой комнате по улике. А, кукла в угоду. Еще раз. Еще одна нычка. в виде шкафа. Сокровище. Был шестой этаж. Пойдемте на... седьмой этаж. Это восьмой этаж. И тут у нас лапка. Лапка. Нычка. И... тут, под лестницей я пробовал. Вроде сесть можно. Вот так вот. Под текстурами, оказывается, здесь есть вариант, что язык вас здесь не достанет. но это не точно. На свой страх и риск. Здесь у нас будет лапка. этаж. Песня. лапка. Кто спит? Ты хочешь, нам привык. И карты второго. Ищусь. У меня нашли последнюю улику. пойдемте найдем здесь кстати выход жесткий парадоксер за него буквально ничего не видно когда на его смотришь свет происходит дикий прибавляется задача найти карта таро и найти ключи вот такой-то у нас отсюда вид наш прогон отсюда мы приехали в какой-то момент времени здесь все освещено светом сейчас не знаю почему не освещено потому что призрак свет потушил здесь тоже все освещено светом вот такая у нас картины здесь она свет проходит еще одно взаимодействие нашел ведь брешь об и винчи и взаимодействие как это было ознакомительно к открою охота у нас выключена поэтому сбежать от призыва нас не получится язык у нас выгнан погнали соответственно награда у нас 0 это понятно такая вот у нас обнова обнову очень большая очень действительно большую часть ошибок исправили молодцы поэтому приглашаю всех поиграть попробуйте обнову действительно больше в приседе не страшно зависнуть залипнуть насчет того что они чё-то подправили в плане призов нет и за все равно присутствует какой-то объеме картинка мне кажется стал чуть четче есть у меня такое ощущение что здесь мне постоянно нам и лез что с включены с стройкой супер изолюшина что с выключенной вена вот а на делает чтобы и типа при падении фпс она размилюет картинку и так далее спасибо что смотрели данное видео оставайтесь со мной на канале ставьте лайки подписывайтесь рекомендуйте друзьям всех люблю целую всем удачи всем пока пока удачи всем пока